Участники акции также объявили бойкот товарам из стран Скандинавии, в частности норвежской семге, в которой содержатся губительные для человека вещества. Это отравленная рыба, которая в Европе запрещена. Во всей Европе написано, что норвежская семга запрещена для детей и беременных женщин. Остальные могут немножко травиться. А чем мы вообще хуже каких-то европейцев и аборигенов? Почему в Норвегии никто не ест норвежскую семгу? Потому что она заражена вшами. И чтобы вши морские не выводятся, это неистребимая тварь. Для того, чтобы ее вывезти, ее опускают в огромные такие, ну, типа хлорки, но очень страшное канцерогенное вещество и держат сутками. Мы считаем, что ее место, этой семге, на русской побойке. Мы специально принесли сюда мусорные баки для того, чтобы этот продукт показать, что его есть нельзя. Это яд, это химическое оружие. И поэтому его место вот здесь, на русской помойке. Это уже перебор, это уже чересчур. И если они собираются так нас атаковать этими санкциями, то мы предлагаем как народ не покупать их рыбу, загнившую, червивую, вы знаете, и вшивую. Год это мало. Они же уже ждут, когда закончится этот год. Десять. Мы предлагаем правительству продлить эти санкции до десяти лет, минимум, если они не вернут этого ребенка. Мало того, мы составим свой народный бойкот продуктов. И то, что сейчас продается, пусть гниет в наших магазинах. Уважаемые телезрители, не покупайте ничего норвежского. Они там рекламируют свои кремы, мремы. Они делаются из тех животных, которых они, извините, золбурделят, там имеют. Понимаете, как можно покупать мясо из зданий, если с каждым поросенком там они делают все, что угодно. Люди, одумайтесь, что он о нас прет.